скажи пожалуйста как ты посчитаешь вот стартапы погибают погибает что такое ты плачешь ты плачешь о чем угодно только не про это только не об этом идея такая или создаем биржу по вхождению в бизнес на основе принципов исламского банкинга исламского банкинга два думаешь сколько погибает предпринимателей в африке да ты переживаешь по поводу стартовых они все погибают стартапы погибают без должной поддержки умер для психолога венчурная индустрия в россии российская фэшн индустрия крепится подожди сейчас она выдавляет все слезу там она коместа и пицца моцарелла сабина сирианский сприт и понимаешь очень серьезно как ты относишься к тому что все предприниматели страдают я сам страдаю очень сильно страдаю каждый день страдаю бедные предприниматели как тяжело им живется я недавно приехал в бали этом очень страдал да бедный как тебе не повезло понятно как надо выходить в брицания вечерный рынок говно вот так мы готовимся к нашему мероприятию айку кухне очень звучит это было хорошо вот тут камчатку мы не подключаем так не подключили кремниеводорина и камчатка коррелируется значит ты говоришь венчурные инвестиции а а а жизнь боль как тяжело жить стартапером понятного доходность давай следующую идею послушаем следующая идея потом конечно что вернемся биржа там фьючер-супер его опционов на потребительские товары просто для потребителей как ты будешь конкурировать куча существующих с другой стороны это может привязываться к факторингу для компании на продукты которые я покупаю этот инструмент с факторингом ты знаешь какая история то есть идея грубо говоря такая человек если он хочет там зафиксировать цены на продукты или на бензин какой-то там и покупает такой инструмент а как ты будешь с конкурентами на рынке бороться которые уже существуют с такими системами пока надо просто обрежать богатые старики умирают и не хотят оставлять имущество нерадимым внукам но хотят оставить след в истории о том что вот жила такая вот миссис Гретхэм поэтому мы предлагаем я предлагаю создать сервис которые старики смогут свои личные финансы свое наследование наследство инвестировать в финтех проекты очень легко и доступны именно финтех проекты ну я здесь использовала рычаг неблаготворительность от тщеславия бабушка посмертно получит завод по переработке промышленного мусора имени миссис Гретхэм вот Илья Красинский и Данил Ханин смотрите как сейчас будет считать экономику по другому проекту при помощи ваших спасибо тебе Илья короче ты меня уже там 8 раз этому учил существует ли проблема отсутствие подтверждающего фактора того или иного актива для инвестирования ребят ответьте да или нет плюсики в комменты те для кого реально существует такая проблема а вот тут кнопочка follow me follow him please скажем так вот это вопрос который как ты поживаешь брат да отлично что к нам не приходишь а венчур базар ты еще не помнишь я даже не курс а ты что во мной здесь не я тут приехал короче был занят в первую половину дня но очень интересная тема вот какие пару самых прикольных ребят здесь за этих проектов тебе понравится все не согласен ахахахахаха как ты мог так подумать даже что это гипотеза это не гипотеза это уже факт кто там деже работает робот есть в 19-15 начало шоу вот значит презентацию собственно венчур базар на 10-минутные плюс легкая музыка вот твои слова вот значит когда у нас будет представление экспертов собственно спич нужно скачать какой-то типа песни jump around все там прикольно и мы их там таким не можно же подколоть кого-то это вы подсказали я тоже был фан хорошо но только короткий у тебя выход самый важный Чтобы было интересно. Он будет в костюме, он будет в бабочке. Тогда чуть подольше, чем короткий выход. То есть ты говоришь о том, что первый раунд. И пропусть голову. Ну ты прям на минуту пробиваешь его. Вот, вот. Наконец-таки мы дожили до этого дня, когда у нас начинается наше мероприятие Launch 2. И много сегодня у нас будет интересного. И все по порядку. Сейчас поставлю нашу камеру. И начнем снимать. Всем привет. Всех рад видеть. Много друзей вижу собралось. Спасибо, что пришла. Респект. Мы сегодня с тобой поговорим. Даже будешь на сцену и расскажешь про свою инновационную штуку, которая поменяет весь мир. Это как запустить Гагарина в космос. Спасибо тебе, брат, что пришел. Молодец. Сегодня говорим про финансовое моделирование. Всем спасибо нашим экспертам, которые пришли. Все хотели перечитать не буду, но про всех упомяну в нашей программе. Сегодня, я вижу, у нас больше инвесторства было разобралось, чем в прошлый раз. Готовьте свои денежки. Сегодня выйдут проекты. И они хотят пристошить ваши карманы. Немножечко расскажу про формат нашего мероприятия. Что это такое, зачем это нужно. И потом перейдем к некоторым цифрам. Значит, называемся мы iVenture Bazaar. Венчурный стартап рынок. Все, что касается бизнеса, который еще молодой, который только собирается вступить в большой бизнес, который ищет инвестиции. Ну и также и большой бизнес, и средний бизнес, который также ищет какой-то капитал. То же самое может к нам прийти и получить здесь и компетенции, и деньги. Что касается сейчас нашего мероприятия. Это программа Launch. Запуск хороших проектов. Запуск проектов, которые сейчас находятся на сцене. И будут прям напрямую пичиться перед инвесторами. Инвесторы будут прям тут же принимать решение, инвестировать в вас или нет. У нас был предварительный отбор, который называем стендапы. На этих стендапах у нас приходят стартапы. По 10-15 стартапов, которые мы просматриваем. Отбираем, рекомендуем что-то изменить, что-то поменять в своих презентациях. Вообще, есть ли смысл им выходить. И потом приглашаем уже на основном мероприятии. В мероприятии проводим Launch один раз в месяц. Стендапы каждую неделю. Поэтому я вижу много стартапов, которые пришли. Которые сегодня не будут выступать на Launch. Но мы вас ждем каждую неделю. И, возможно, вы попадете в следующий месяц. Что хотелось бы сказать по цифрам. И потом расскажу про правила. Всем привет. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к этому? Мы принимаем. Которые не заканчиваются деньги? Нет. Вы можете заплакать? Нет. Нет. Мы же очень оптимистичные и веселые девушки. В полном расцвете сил. Сегодня мы, конечно же, не получили еще одних слез. Семь из сегмента, но тем не менее. Ты можешь заплакать? Можешь заплакать? Можешь заплакать? Можешь? Заплакать? Заплакать можешь? Можешь поцеловать? Мы поговорим с каждым. Привет. Как тебя зовут? Юля. Юля, скажи, пожалуйста, ты знаешь такое предпринимательство? Нет. Нет? Нет. Как строится бизнес? Знаешь? Нет. Чем ты занимаешься? Я аккаунт-директор компании «Кьюсс». Отлично. Скажи, пожалуйста, ты когда-нибудь знала, что бизнес строится на некоторых трех китах? Это команда, это рынок и это продукт. В какой части этого бизнеса ты относишься сейчас? В какой части какого бизнеса? К продукту? К рынку или команде? К всем. Молодец. Ничего не понятно? Но тем не менее, мы сделаем для тебя выводы. Как тебя зовут? Меня зовут Кристосиев. Ты где работаешь? Тоже работаю в «Кьюсофт». Где? Тоже работаю в «Кьюсофт». «Кьюсофт». А ты какую должность занимаешь там? Я руководитель технической поддержки. Технической поддержки? Да. Ты знаешь, что предприниматели все страдают тем, что у них постоянная нехватка денег? Я пока о таком не слышала, но в принципе я догадываюсь, что это может стать проблемой. Это реальная проблема. У них не хватает денег за то, чтобы оплатить зарплату, сделать некое продвижение своего продукта. Денег в какой-то степени всегда не хватает. Сколько бы у тебя не было, тебе будет хотеться больше для того, чтобы подвигаться лучше, платить лучшие зарплаты, выпускать еще более качественные продукты. Такая. Давай спросим у тебя подруга. Ты знаешь, что предприниматели все страдают тем, что у них постоянная нехватка денег? Я пока о таком не слышала, но в принципе я догадываюсь, что это может стать проблемой. Юля, привет. Меня зовут Денис. Я занимаюсь стартапами. О боже. Знаешь, такое стартапы? Знаю, я ненавижу что-то. Юля ненавидит стартапы. Юля ненавидит стартапы. Юля ненавидит стартапы. Привет. Привет. Знаете, есть такой анекдот. Так. Юля ненавидит стартапы. Мама, папа, у меня все хорошо. Я послал дзен, поэтому у меня на самом деле не было никак. Юля ненавидит стартапы. Здесь кмеяться надо? Да. В общем-то здесь, сожитая лопата. В общем, диджитал направление и теглайн для нас большое открытие. Мы сегодня провели много интервью. Знаете, ребят? Ау! Уже понимаете. Знаешь, мы делаем большое стартап-шоу для венчурного рынка. Незнакомые слова я знаю. Господи, нет. Они слишком знакомые. Правда, я говорю. Я пытаюсь собрать все свои тренировки. Мы представляем венчур-базар. Базар – это 39-е место. Можете совершать сделки. Мы про стартапы. Мы про стартапы. Мы про стартапы. Кто бы знал об этом? Три седьмой веб-профи. Ты не знаешь, что такое стартапы. Господи, нет. Говорят, раньше стартапы. Стартапы – это что такое? Стартап, понимаешь? А у стартапа есть пивот. Как говорят, пивот – это что такое пивот? Раньше это называлось fuck up, а теперь это называется пивот. Пивот. Имя-то смешно, кажется. Окей. Стартап, на самом деле, в каждом бизнесе, в любом бизнесе, который есть, у него всегда есть стартап. Но есть стартап каждый день. Потому что каждый день там начинаются какие-то новые отделы. Каждый день отдел умирают. Ты принимаешь нового человека – это стартап. Это уже стартап. Ты каждый день, когда делаешь звонок новому клиенту, это тоже стартап. Поэтому все стартап. Нельзя сказать. Поэтому это бред. Стартап – это просто клише. Определенный клише. Кстати говоря, это клише уже оно немножечко… Что, стыдно стало? Три года назад все говорили, все ходили, говорят, я, бля, уволил с работы, у меня стартап. А сейчас все говорят, нет, блин, стартап от него. Я говорю, нет, у меня не стартап. Я не знаю, у меня бизнес. Бизнес у меня. Ну да, наверное, бизнес. Как вы знаете, мы сегодня посвящаем нашу серию роликов для того, чтобы заставить заплакать простых людей по поводу того, что у предпринимателей и основателей проектов нет денег. Ты можешь заплакать? Нет, не сейчас, только не сейчас. Я сейчас только заржать могу. А заплакать? А заплакать? Ну, только глядь на тебя, а не ее. Ну, а что? Я сейчас знаю, что не команда. Ну, вот так. Я тоже не команда. Нам надо решать. Пожалуйста, не команда. Ну, в любом случае, это отличный парень. Немножко, не могу. Начатый. Разум. Двадцатая студия и человека. Паранку. Паранку. СР-магазин. Разум. Машнито. Товел, где приходят предприниматели, стартапы. Мы приводим в интернете, которые мы не имеем в виду. Мы приводим в интернете, которые мы имеем в виду. Инвесторы выбирают эти проекты и инвестируют. Они пытаются показать людям, которые пытаются показать их стартапы, возможность победить инвесторам. Вы думаете, что люди, которые приехали на теглайн, как компании, уже работающие, нужны какие-то дополнительные инвесторы, как вы думаете? Пожалуйста, в этом видео, кричите немного, чтобы показать, что вы кричите за эти стартапы, которые хотят получать деньги? Чтобы получить инвесторы? Мой маркетинг-директор может ответить на это. Хорошо. Он не может ответить на это. Этот партнер хочет играть маленькую роль, чтобы двигаться на камеру. Этого, мы нужны деньги, пожалуйста. Нет. Пожалуйста. Пожалуйста, мы не хотим денег. Как тяжело жить стартаперов? Мы не хотим. Я извиняюсь, я не актера, но мы не нужны деньги. Нет, спасибо, в наш стартап не нужны деньги. У нас все отлично. В них нет, а в другие нужны деньги. Если это хорошая стартап-компания, то денег придется. Но мы не... Если компания хорошая, то деньги придут сами. То есть плакать не надо за ними? Не надо. Хорошо. Спасибо. Это я не мешаю. Спасибо вам. Пожалуйста. В его живете. А я тебе расскажу, брат. Понял? Зазываю такси. Едем на такси, короче, ко мне. Берем бабки. Последние бабки, брат. Едем куда? Облака. Белогривые лошадки. Белогривые. Вот такие у меня, друзья. Нам надо было какую-нибудь целку... Я вернусь. Что там raus? Что там? Я жалю их. marketed, чтобы английский. Я жалю их. Я бежу их. Я virus хирую. Я не вернусь. Я не беру любви. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Я хочу сказать, если вы, 7 миллиардов человек, меня сейчас слышите... О, я так волнуюсь! Знаете, я хочу быть гордым за то, что я являюсь частью вашего общества в этом мире. Я хочу сказать, что я даю себя, ну почти полностью, ради того, чтобы вы были счастливы. Я живу ради вас. И даю вам, даю вам все, что у меня есть, все, что накоплено дано мне Богом. Бог дал мне сил, Он дал мне энергию и всунул в меня аккумулятор, который генерирует эту энергию многократно. Я решаю маленькую проблему в этом обществе, маленькую, но с большим потенциалом. И проблема называется ложь. Я евангелист правды и истины. Я борюсь с ложью, потому что я сам очень много лгал, очень много лгу. И основываясь на моих знаниях лжи, я хочу ложь привести к минимуму, чтобы когда вы встречали друг друга, максимально транспарентно общались и получали от друг друга ценность. Чтобы она была построена не на лжи, а на законах праведности, законах чести и добра и любви. Я вас всех люблю.